Всем привет! Сегодня мы будем стричь постепенно. Чтобы оно было больше на эту сторону, вот у нас пробор с этой стороны. Но на самом деле, почему мы стрижем с обеих сторон, очень многие не знают, когда приходят к парикмахеру, обращаются, постригите мне, пожалуйста, чтобы мне здесь было наискосок, на одну сторону. Можно так постричь, но дело в том, что пробор женщины, девушки, любят часто менять. Сегодня захотела так, завтра чуть-чуть по-другому, или просто забыла, где у меня был пробор, сделала в другом месте. Чуть-чуть, на сантиметр, на миллиметр. И это будет тут же видно. Например, если у меня здесь будут пострижены вот так волосы, а здесь длинные, эта длинная сюда попадет, и получится, что она будет торчать. Поэтому парикмахеры обычно уговаривают постричь с обеих сторон, чтобы вы могли менять пробор. И даже иногда бывает, что пробор меняется сам по себе, когда вы вышли из душа, и просто не успели причесаться, и найти этот пробор, он просто будет вот безобразно выдавать ужас всего происходящего. Так, просто для начала, вот я отделила первые прядочки небольшие, и мы пострижем первые наброски. Я не буду сейчас сильно коротко состегать, но вот так вот. Значит, вот так стяжем, под наклоном. Главное, руку держать под наклоном, чтобы был действительно наклон. Но при этом не вот так оттягивать, не вот так оттягивать, потому что это будет ужасно. Вы должны натянуть прядь, чтобы она была вертикально ровно, и при этом тогда, только тогда вы будете видеть, насколько вы под наклоном срезаете. Если вы делаете как-то по-другому, то все и не получится. Вот, я уже чуть-чуть тоже наклонила, и сразу, видите, что получается. Надо делать, чтобы они были просто вертикально, при этом тогда вы видите этот наклон. Здесь мы можем сделать так, чтобы они шли прям вот ровно-ровно. Очень удобно видно спереди. Вот отсюда. Начинаем здесь, как бы я сделала. Чтобы вот эти прям ровно сходили здесь. Потом мы еще можем их подровнять. Ну, и здесь сделаем тоже такой наклон. Здесь будет само по себе меньше волос на этой стороне. Все равно нужно сделать. Вообще, можно даже не разделять на пробор, а просто постричь вот так ровно, вот отсюда вот так сделать. Просто я сейчас для наглядности сделаю вот так. Теперь берем чуть-чуть больше волос. У меня вообще волос мало, мне легко. Раз-два, и все. Долго не придется ждать. Три часа видео не буду записывать. Ну, если густые волосы, то, конечно, лучше брать прядки потоньше, чтобы было удобно их снимать. Можно даже вот без пробора вот так раз. Нашли вот предыдущую прядь, которую у нас есть. Если вам видно, то не знаю. Здесь вот чуть-чуть видно. Чуть-чуть. По мне равняемся, вот эту чуть-чуть вот так пострижем. И потом вот здесь отсюда уже наклон пойдет. Опять зачесываем ровно, вертикально абсолютно. И вот здесь вот делаем наклон. Волос у меня не хватает вот здесь. Ничего. Сейчас мы идем. Мне нужно вообще-то не так зачесать. Волос немного подровняем. Быстро называется. Волосы желательно, чтобы были совершенно мокрыми. Тогда он будет виднее и нагляднее, как он лежит. Когда сухие волосы, они могут где-то подняться больше, где-то меньше. Я зачесываю все волосы вперед. Разделяю их сзади на пробор, желательно ровно. С вами не ровно, ничего страшного. Мы 10 раз зачешем и подровняем во все стороны. У меня просто вот здесь они были еще пострижены. Тут немножко постепенно. Поэтому получается, что немножко где-то вот они не доходят, эти волосы до конца. Поэтому тоже не совсем густо у нас этих волос. Чтобы здесь стричь чуть-чуть ровняем. Конечно, когда стрижете себе, немножко трудно делать. Я вообще смотрю в камеру, а не в зеркало. Поэтому я могу не совсем ровно видеть, но я потом подровняю. Смотрю в маленькое окошко камеры. В нем видно хорошо, но надо поближе посмотреть, потому что иначе не как. Вот эти кончики просто вот так вытягиваем. Вытягиваем так. Здесь мне черное на черном, извиняюсь, наверное, не очень видно. Вот просто когда ровно вы разделили, вот так вот хорошенечко их вытягиваем и смотрим в кончике. Получается, у меня чуть-чуть вот этот длиннее я чувствую. Чуть-чуть он длиннее, я его чуть-чуть больше подровняю. Десять раз можно проверить, десять раз в часах. Конечно, совсем идеально ровно сзади вас вряд ли получится, если вы делаете сами. Вы можете попросить по-другому, маму или мужа. Просто сделать более-менее ровную линию. И лучше делать более ровную линию, когда волосы мокры, и когда делается сначала первая прядь, она как бы идет ориентировочно, и к ней уже приближаются остальные, то есть по ней равняются остальные волосы. Тогда меньше шансов, что будет неровно. И даже если будет неровно, то ладно, первая прядь была неровная, и можно подровнять, а верхняя сделать чуть-чуть подлиннее, если вы хотите сохранить длину. То есть всегда есть такие маленькие хитрости, которые, предосторожности, которые можно применить и использовать просто в стрижке. Прикмахеры тоже это делают, даже опытные мастера. Но в всякий случай, а вдруг что-то не совсем получится. Всегда можно чуть подлиннее. Бывает клиент скажет, ну вот так, вот так. Ой, нет, что-то вам немного стрижете. Ну и получается, что можешь следующую прядь чуть длиннее, и опять исправил ситуацию. Длиннее не короче. Но даже если получилось что-то не так, помните, что волосы не растут, и не растут. Ничего страшного, переживать не надо. Экспериментируйте и наслаждайтесь новым стилем. Так, сейчас я решила немножко подровнять. Я зачесываю волосы всев-всев-всев вперед, и сейчас увижу, где что торчит. Да, вот у меня чуть-чуть, получается, вот эти, которые сверху, и все-таки они были достаточно длинные, и вот они немножечко торчат. Вот они. Срезать я их могу не прямо, а сделать филировочный срез. Если у вас густые волосы, то тоже можете вот так вот подфилировать эти кончики, чтобы они были не совсем ровными. И если нет у вас филировочных ножниц, потому что если густые волосы, вообще лучше иметь филировочные ножницы, они тогда скрывают все недостатки стрижки, все какие-то подгрешности. филировочные ножницы просто чудо, если особенно вы делаете это в первый раз. У меня односторонние филировочные ножницы, которые срезают достаточно много. Поэтому, чтобы мне чуть-чуть подровнять, мне вообще не надо, у меня волосы очень тонкие. можно чуть-чуть вот просто вот так вот, буквально пару срезов, чтобы просто не было слишком такой границы. А если густые волосы, то можно посильнее кончики попфилировать. Когда они высохнут, особенно вы можете посмотреть, где что-то не ровно, филировочные ножницы берем и подравниваем чуть-чуть. Много не надо, потому что, в принципе, если много-много раз ими резать, то можно вообще срезать. Поэтому не переусердствуйте. Ну вот, я немного посушила масло. Вот что получилось. Вот немножко блеск дает моя покраска. И просто высушила. Я не укладываю это на пенку. Это было просто быстро, чтобы показать, что у нас что-то есть. Да, кстати, когда вы зачесали на пробор, эта вот сторона, на которую вы зачесали, она может быть немножко короче, потому что на пробор. Если зачесать ровно, оно будет ровно. Поэтому не надо сейчас ничего подравнивать от того, что оно кажется чуть-чуть здесь короче, здесь длиннее. Потому что на пробор так должно быть. пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»